добрый день дорогие друзья сегодня мы сделаем небольшое такое путешествие экскурсию по современному натюрморту немножечко расскажу о художниках пройдемся так немножечко современной теме ну и так что же такое натюрморт я думаю что вы все знаете с французского это переводе мертвая натура а вот на английском это спокойная жизнь так скажем да слово такое более приятно что ли уху на русском языке звучит и вот здесь начну с классического натюрморта это такой голландский до вильям кальф просто взяла как пример из интернета как раз только что появилась появился такой материал как масло и вот художники соревновались в том кто же объемнее так напишет работу и об этом просто пройдемся дальше посмотрим как этот жанр развился вот современное время и как он выглядит вот я вам тут на первую так бы первую картинку поставила натюрморты совсем свеженький этого года одной моей знакомой художницы вот это натюрморты пастелью сухая пастель видите как вот можно по-разному ставить и решать вот какие-то пластические задачи свои и посмотреть как вот тут включены скульптурные головы гипсовые как это интересно вот пятна меня особенно не особенно не как это не доведено это до какого-то такого совсем натурального вида вот ну если сравнить вот этим да то есть как сейчас как сейчас вот подходит да и вот видите что здесь тоже ограниченная палитра и он буквально вот на трех цветах решена задача в общем довольно такой ну скажем так накрученный сюжет и здесь вот и в первом и во втором случае но мне очень нравятся такие вещи немножечко таких дымки вот еще одна российская художница это жанна яковлева у нее очень такие красивые пейзажи и натюрморты такие какие-то романтические в то же время очень грамотно построены и по пятнам и по сюжету и как-то вот ну хочется рассматривать да то есть какой-то такой от них тоже спокойствие и скажем такое при приятный цвет и ну вот мне она очень нравится если будет интересно просто зайдите посмотрите жанна яковлева у нее прекрасные виды и парижа есть она много работала там вот хотела до драпировки здесь вот и там и здесь на и слева и справа есть но вот в правом больше выраженной до более классичный такой и вот про зеркало тоже как интересно там вроде бы нету такого отсвета но вот самое яркое пятно там зеркале и вот светятся по этому работам если не таки светящиеся работы на вот это пётр кончаловский классик российского но сначала авангарда потом вот это из-за более ранних работаете это начало тут начало века 1900 какие-то года начала да не рассмотришь ну вот тоже хотела вам привести пример как вот немножко вид сверху да то есть немножечко срезаны какие-то детали натюрморта вот книжка лампа то есть они как бы все не входят и но это нам даже не мешает да то есть кадр такой собственно что здесь книги всех такие ровные более-менее предметы стол подчеркивает вот эту ровность вот в шахматная доска и видите вот два предмета таких более вычурных по форме да это вот две чашки сложенные так интересно кстати больше нигде не встречала вот такой сюжет и и лампа да то есть ну вот такая я более геометричная вещь еще один натюрморт интересный вот автора я к сожалению тут не записала но судя по всему это тоже 1900-е годы тут вот мне показалось очень интересным это сочетание вот это развитие розового цвета до розовый кувшин такая розовая драпировка и зеленый с розовым и при этом же есть еще на желтый цвет серые ну то есть вроде бы вроде бы кажется что пестрая ведь она вот за счет того что цельный фон и вот эти драпировки она все собираются так работа мне очень нравится к это она вот живая такая и размер к сожалению даже не могу сказать но вот интересная работа так это у меня такой вот в моей библиотеке такой художник очень интересный российский это сергей жаборонков вот его работы они все в таком стиле прозрачные видите насколько вот сейчас я вернемся на эту страничку и посмотрим вот насколько же все-таки разные до подходы к у него такие жемчужные цвета вот все построены на сером и чуть-чуть вот в слева вот там видите на вере буквально небольшой акцент такой голубоватом изумрудной и вот этим он держит работу так можно сказать ну вот а вот в этой работе мне конечно стекло очень так прозрачно все написано такое воздушное все это же очень нравится художник но мне много чего нравится совершенно противоположного жена как бы ну так подходом работ художников вот это у нас работа даже точно вам не скажу кто но ведь это из последних каких-то работ может быть это даже вот и тоже жаборонкова внучка по моему художница или дочь но не буду сейчас гадать очень интересный натюрморт вот как он построен да слева красное пятно справа зеленое то есть это дополнительные цвета и в середине какие-то такие ахроматичные предметы белосерые да но вот насколько он такой какой-то трогает да и вот следующая работа интересно тем что здесь ну вот немножечко про задач да если помните я про композицию рассказывала здесь видите вот такие ритмы и орнамент на обоях ритм ритмы такие цветов потом стул с полосками ритм тоже орнаментальный на скатерти и вот это все как-то так тоже очень цельно решено очень мне нравится эта вещь какая-то тоже она простая в то же время не простая да и посмотрите какая как стекло да как как пишется стекло вот тоже был вопрос как-то у меня на занятиях вот как же как как можно писать стекло вот кстати вариант а мне еще будут несколько натюрмортов со стеклом вот совершенно в другом стиле тоже я не записала кто художник но я думаю что художники не не будут против что я вот показываю их работы но без имени что делать вот очень интересная работа такая как будто бы вот если кто-то когда-нибудь проявлял фотографии вот такой общине что это вот в красном свете такой колорит интересный и вот тоже кстати стекло видите как там решен вот этот вариант кувшина который на заднем плане вроде бы стекло да похоже ну вот посмотрим дальше вот это мне очень нравится композиция не хотела вот обратить ваше внимание что видите тут это тоже я думаю что это двадцатые возможно годы может быть пораньше а может быть это куприн скорее всего очень похоже на куприна и вот хотел обратить внимание на вот этот ритм такой и зарифмованные вот эти окружности миска рифмуется вот циферблатом без стрелки кстати заметьте если бы там бы были был циферблат и стрелка то ну совершенно другое бы ощущение было да надеюсь как будто бы это вот время которая остановилась на зеркале на самом какие-то круглые детали то есть вот они все разные разного размера и вот это все повторение создает такую какую-то вот загадочность дали какой-то 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 поэзии внутри этого холста очень интересная работа так теперь вот современная художница это все вспомню анна владимирова лаврова или лаврова владимиру а вот у нее такие насыщенные перенасыщенные даже я бы сказал натюрморты и она очень любит там использовать орнаменты вот эти на скатерти какие-то полосатые то есть вот это орна орнаменты которые вписаны более-менее плоскую какую-то поверхность что-то такое матисовская я бы сказала да то есть ну современное искусство она набирает все все да ну вот и чем почему я выбрала вот эти два показать натюрморта смотрите да здесь один натюрморт в интерьере вот со стулом и столом то есть это дома а второй натюрморт стул стоит где-то либо на балконе на веранде и там видно дачный поселок то есть как интересно вот художник решает да эту задачу то есть взгляд внутрь помещения взгляд из помещения то есть вроде бы окна и не видно но тут же может быть стол из той же домашней коллекции но вот чайники кстати у нас по-моему всех такие дома были во всяком случае у бабушек там ли у самих нас вот такой подход да более такой пестрое но но очень какие-то они такие домашние приятные вещи дальше перейдем вот опять классики да похоже все таки что это куприн начало века наверное в бубнового лети я думаю что это похоже по крайней мере на стиль ну вот хотела тоже показать как вот цельно решается цвет на фоне да слева вот эта синяя стена как как она насколько вроде бы цельная синяя да но переход у нее есть из темного светлая то есть не нету такой то есть объединяет весь сюжет вот и бутылка стать тоже самое мне кажется справа вот здесь собственно почему я взяла тоже показать такую как бы вывернуто есть такой общение что посуда падает со стола да и в то же время равновесие вот это то есть видно что это не как бы ну художник намеренно это сделал тем что потому как вот это этот угол прямоугольный с справа вверху да вот это какой-то кусок или какой-то мебели да как это подчеркнуто и сразу же ставит всем весь взгляд на место вот такие интересные варианты да так еще одна интересная очень художница виктория никитина вот такой подход она мне тоже очень нравится такое с фумато что-то такое все время в как позиции обычно у нее в центре то есть она на вылет не делает никаких таких драпировок то есть какой-то такой очень спокойный жемчужный фон и чуть-чуть такое все плывет как будто бы знаете вот в небольшом тумане очень красивая по цвету работа прекрасная совершенно и как бы так полу намеком все очень очень интересно и рассматривать у нее и пейзажи и фигуры тоже есть все в таком ключе вот это вот мои работы это из последней серии сейчас я работаю много тушью какие-то грунтую какие-то старые акварельные работы которые нужно явно совершенно не менее нравится и вот как-то переделываю такой инсайкл скажем так новая жизнь вот этих предметов и вот натюрморт тоже хотел вам показать вот такой как бы специально не поставлены то есть кукол этих я сажала на стул и и специально ставил на тюрьму то здесь просто вот был такой сюжет что-то я готовила и вдруг вот мне как-то понравился этот такой расклад да то есть это лук-порей яйцо перец и часть банки здесь тоже здесь такая пластика несколько прямых линий и все остальное немножечко такой закруглая какой-то округлю как бы ну скажем так дугообразные такие линии тоже в общем вариант да как можно подходить к задачи натюрморта вот это очень интересная работа это похоже что это линогравюра и вот тоже по поводу стекла да посмотрите как интересно здесь вот решен решен вопрос изображение стекла и вот то что мне понравилось это тоже вот разнообразие натюрмортах видите на стене какие-то занавески явно это какие-то 60-е годы какой-то такой намек и вот на там портрет на стене тоже так интересно пятнул то есть он как бы мне кажется тут главный герой потому что все остальное сливается немножко с фоном здесь а вот взгляд сначала надо белое пятно это портрета переходит тоже там есть фамилия ну вот не буду сейчас тут разбирать тоже что это 73 год и скорее всего это линогравюр или какая-то печать такая то есть это какой-то тираж похож хотя не знаю точно вот но вот это моя работа я делала для общины это довольно крупная такая крупная панно было сделано к хороша шана вот или или какому-то другому до празднику даже сейчас не судя по всему там до или просто было да какой-то вот но здесь тоже нужно было так решить плоскость она она довольно большое да где-то размером высота у него метр шестьдесят и вот как-то нужно было интересно закомпоновать можно на окно вешать это этот шелка роспись по натуральному шелку можно просто на стенку ну вот на стекле ну конечно такое более яркое более прозрачное это вот когда я работала сфотографировала еще вот вот такой вариант да то что там кстати стекло вот блик дают вот это вот эффект стекла вот мне показалось очень интересно вот этот натюрморт то есть такой немножечко диссонанс такой коммунальная как бы кухня да и она нас это вспоминается какие-то там 60 и 70-е годы чайник явно из той жизни и вот явно натюрморт конечно поставлен но вот сам самый такой акцент конечно это вот этот стол про который уже сейчас многие забыли но кто-то даже и думаешь даже может быть даже и печка такая со взросцами там сзади но интересное по пластике решение то что это черная табуретка нам пер на близком на переднем фоне как-то она собирает все это пестроту такое ну вот тоже эти квадраты интересная вещь на мой взгляд и вот хочу вам завершить наши такое небольшое знакомство вот такими простыми вещами кстати вот предлагаю вам попробовать сделать какие-то вот для продается бумага ручного литья вот на ней очень интересно можно писать какие-то пожелания делать какие-то такие вот простые натюрморты это мария шубина да мария шубина и вот такие такие интересные штуки то есть такие открытки вот они на черном фоне там расположены ну и так как обычно пройдемся немножечко назад вспомним то что мы сегодня смотрели вот и может быть вам какая-то идея придет присылайте свои пожелания или какие-то мнения может быть что-то понравилось какой-то художник и сделается о нем какую-то небольшую презентацию такую из тех каком я здесь сейчас говорила так наша тема на сегодня беседа закончилась и жду ваших каких-то вопросов и и каких-то какой-то обратной связи счастлива до свидания